святитель николай сербский вера святых что такое христианская вера христианская вера это знание важнейших тайн жизни и бытия дарованная христом которая собственными усилиями человек обрести не может его открывает только вера в него что это за важнейшие тайны бытия и жизни истинным знанием о которых владеет только христос это тайна невидимой реальности существование бога ангелов человеческой души тайна сотворения мира и конца мира тайна промысла божия то есть того что бог по своей премудрости и силе постоянно ведет человека и человечество к определенной им цели тайна грехопадения человека и его спасения благодаря бога воплощению тайна царства божия как конечной цели земной жизни человека и верного пути ведущего к этой цели то есть отношение человека к самому себе ближним и к богу тайна воскресение мертвых последнего суда и вечной жизни не пытались ли учители иных вероисповеданий мыслители и философы объяснить эти тайны многие пытались однако они упрямо опирались на ограниченные человеческие силы и размышления природе человека и мира оттого все их попытки заканчивались лишь предположениями и созданием различных теорий часто противоположных одна другой в чем же тогда состоит преимущество знания христа над их знаниями преимуществе христа как очевидца он свидетельствует пославший меня есть истинен и что я слышал от него то и говорю миру я говорю то что видел у отца моего вера учителям своего времени он сказал вы от нижних я от вышних вы от мира всего я не от всего мира а начальнику иудейскому отвечал истина истина говорю тебе мы говорим о том что знаем и свидетельствуем о том что видели а вы свидетельство нашего не принимаете а затем я есть хлеб шедший с небес и и многое другое говорил он с авторитетом очевидца всех тайн неба и земли так что люди удивлялись его учению ибо никогда человек не говорил так как этот человек действительно и в повседневной жизни мы больше верим очевидцу чем теоретиком и философом однако были и другие учители веры утверждавшие что приняли свое учение от того или иного ангела ангелы тоже очевидцы великих тайн как нам относиться к этому это верно господь иногда посылал своих ангелов к некоторым людям чтобы учить и вести их но чаще люди переживали ложные откровения в ангельском обличье им являлись бесы однако в случае с христом все иначе его не учили и не руководили им ангелы напротив он сам повелевал ангельским воинством и изгонял бесов из людей ангелы служили ему а бесы трепетали пред ним можно ли в таком случае говорить о том что христианская вера выше всех остальных религий мира христианскую веру нельзя сравнивать с другими религиями и строго говоря нельзя называть ее религией в языческом смысле этого слова ибо она является не одной из многих религий а верой в христа и христово откровения она является личным единственным и полным откровением бога людям ради их спасения и просвещения другого откровения от бога дано не будет и другого мессии кроме христа до скончания века ожидать нельзя как же тогда нам следует относиться к некоторым современным попыткам уравнять христианскую веру с другими религиями эти попытки ошибочны и этот эксперимент опасен бог поругаем не бывает и кровь сына божия нельзя приравнять к чернилам книжника несмотря на то что мы как члены древней восточной церкви снисходительны ко всякому человеческому существу нам строго запрещено сравнивать дарованную богом истину откровения с религиями и философиями созданными людьми какими способами мы можем бороться против попыток такого уравнивания первую очередь углублением собственных знаний о нашей православной вере реализации веры повседневной жизни полным погружением в нее подобно тому как ученые всего себя отдает сделанному им открытию второе помощью окружающим собственными благородными и мудрыми усилиями без всякого насилия чтобы люди восходили от самых низших ступеней веры к совершенным высотам вместо того чтобы в угоду обстоятельствам опускаться все ниже к несовершенным верованиям почему мы называем нашу веру живой потому что вера и жизнь соединены нераздельно так же как причиной следствия господь иисус христос сказал верующий в сына имеет жизнь вечную а не верующий в сына не увидит жизни но гнев божий пребывает на нем также сказано праведной верою жив будет послание к евреям 10 38 апостол павел